46-й слёт отрядов юных инспекторов дорожного движения был торжественно открыт и официально стартовал накануне в областном центре Брещины. В 2018 году за звание «Лучшие» поборются 9 команд из 6 регионов Белоруссии и Минска, а также Калининграда и Астаны. Главная цель инициативы – научить детей правилам безопасного поведения. Цель этого конкурса – прежде всего сформировать у детей осознанное отношение к безопасности на дорогах. Ну и такими массированными усилиями, если можно сказать, многих ведомств, примнести эту идею в широкие слои населения. Через родителей, через взрослых, через учителей, через тех, кто сегодня заинтересован в том, чтобы гибель детей на дорогах случалась всё реже и реже. В настоящее время в Беларуси насчитывается порядка 20 тысяч ребят, которые правила дорожного движения прекрасно знают сами, обучают им остальных. Сформировано около 2,5 тысяч отрядов ЮИД. На старте инициативы в 1971 году их было всего 140. Сегодня у нас 20 тысяч чуть более мальчишек и девчонок, которые занимаются вот этой деятельностью. Это их любимое занятие. Знаете, это такой кружок интересов, где они самостоятельно проявляют себя в сфере безопасности дорожного движения. Они своими детскими глазами рассказывают нам, взрослым, как правильно себя вести на дороге. Ведь сегодня мы достигли такого результата, когда дети сдерживают взрослых, чтобы они не нарушали правила дорожного движения. Это колоссальный результат. Я считаю, что это очень важно, когда ребёнок формируется в обществе соблюдение правил дорожного движения. По словам организаторов, в город над Бугом на финальный этап конкурса прибыли главные умники и умницы. Победители областных туров – самые сильные ЮИДовцы. Это уже очередной этап, будем говорить, смотра конкурса. Да, он проводился в разных регионах нашей республики, на областном уровне. Сейчас это финальный аккорд, будем говорить. И сюда приезжает только самое лучшее. Как уже тут отмечалось, что у нас достаточно много, большое количество таких организаций, юных инспекторов дорожного движения, достаточно много. Поэтому здесь присутствуют и защищают честь своих регионов, самое лучшее. У юных инспекторов будет несколько дней, чтобы продемонстрировать свои знания, мастерство и таланты на всех этапах финала. Будет и теоретический экзамен, и фигурное вождение велосипеда в режиме, аналогичном реальному дорожному движению, и художественное представление, и конкурсы, презентации «Мой отряд» и «Газета». Одним словом, скучать не придётся. Сами юные инспекторы уверены, выход в финал такого конкурса уже победа. Впрочем, бороться в любом случае будут до конца. В команде нашей гимназии я уже шесть лет. Началось это всё с школьного конкурса, где я проявил себя довольно-таки достойно. И уже на протяжении шести лет являюсь участником нашей команды. Основной задачей является пропаганда против детского дорожного транспортного травматизма. Детей нужно этому обучать, и иногда в школах недостаточно, и для этого есть мы. И мы им рассказываем, показываем, и это уменьшает травматизм на дороге. В слёте я участвую уже четвёртый раз, и, конечно, надеемся на победу, потому что, мне кажется, каждый хочет победить. Ну, посмотрим, как сложится. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.